Коллеги, добрый день. Сегодня у нас с вами что? Ситуация нестандартная. А это означает, что решать мы ее будем при помощи разных нестандартных методов. О чем я говорю? Сегодня мы с вами попробуем поставить различные световые схемы при помощи двух приборов, о которых чуть позже, и при помощи разных отражателей, рассеивателей. Пускай это будет световая схема для интервью, или же просто вы решили записать какой-то свой бложек, и при этом ваши условия такие же стесненные, как вот здесь у меня. У вас есть яркое окно, во всей остальной комнате относительно темно, и вы во что бы то ни стало хотите поставить камеру и записать в этих условиях, и сделать относительно какой-то сносный и интересный свет. Именно этим мы сегодня с вами и будем заниматься. И да, вы скажете, понятное дело, если мы хотим снимать человека, да особенно вот в таком вот примерно плане, то получается, что мы должны использовать более длиннофокусный какой-то объектив, более длинное фокусное расстояние, но именно в моем случае, так как места нет, то я снимаю себя практически в упор на 24 миллиметра, и вы это прекрасно можете видеть. И сегодня мне в этом помогут приборы от Godox. Эта компания уже огромное количество лет находится на фото-видеорынке, если раньше вы могли видеть от них разные импульсные приборы, то есть вспышки и все, что с ними связано, различные модификаторы, то теперь и уже много лет, на самом деле, они делают и свет для видео. Так вот, в данном случае мы будем с вами говорить о двух приборах. И прежде всего это Godox Knollet M200D и M300D. И как вы видите, у нас с вами первая световая схема, в которой мы просто сидим и поставили камеру на угол комнаты. Нам с окна вот сюда вот немножечко проходит солнечный свет, но при этом основа это вот этот вот софтбокс, тоже от компании Godox, в котором у меня 200-ваттный прибор. Работает он сейчас на 2% своей мощности. То есть этим мягким светом мы как бы дополняем, чтобы свет вот так вот облизывал нас, и уже мягкий свет был на лице. Для того, чтобы вы поняли, насколько здесь темно, я могу его просто выключить. Вот такая картинка у нас без этого источника, и понятное дело, что так снимать нельзя. Ну и возвращаясь к нашему первому сетапу, хотелось бы отметить, как я уже сказал, мощность этого прибора 230 Вт. Он у нас Daylight, то есть это исключительно 5600 Кельвинов. Но также, естественно, есть и биколорный прибор, и в таком случае и 200-ки, и у 300-ки. Уже регулировка температуры у вас будет от 2800 до 6500 Кельвинов. То есть это вот достаточно стандартно, от теплого до умеренно холодного света. Также стоит отметить, как во многих хороших качественных приборах регулировка мощности у нас происходит от 1%. Это означает, что вы достаточно точно сможете регулировать мощность прибора. И это не так, как у каких-то там рандомных китайцев, когда у нас 10% это минимум, и регулировка зачастую вообще по 5, а то и по 10%. Это максимально не точно. Также мы с вами можем выбирать 4 кривых диммирования. Это линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая. Понятное дело, что когда у нас стоит линейная, мы просто крутим, и у нас просто прибавляются проценты. Если мы ставим, например, экспоненту, то быстрее крутанули, у нас, соответственно, быстрее проценты возросли. Это достаточно удобно для разных ситуаций, когда вы вот все же по-разному пользуются светом, кто-то вообще выставил одни настройки и никогда их не меняет, кто-то регулирует на съемке для разных сцен их постоянно. И наличие этой функции, это всегда удобно, чем удобнее, да, чем ее отсутствие. Конечно же, само собой, индексы цветопередачи у нас высокие. Это и CRI, и TLCI выше 97. Что касается управления этим светом, здесь все по высшей пробе. То есть у нас есть и выходы, и входы для DMX управления. Также имеется возможность беспроводного радиоуправления 2,4 Гц. Естественно, этот модуль приобретается отдельно. Ну и, конечно же, само собой, есть приложение Godox Lite, которым, собственно, я и буду пользоваться, так как я являюсь единственным человеком, который снимает это видео. Я сам сижу в сцене, я сам смотрю, что у меня вообще в целом получается. И, соответственно, я сам же и настраиваю этот свет. Что касается возможностей питания. Ребята, здесь все тоже отлично. То есть мы можем работать просто от сети. Причем в данном случае у устройства есть огромный, достаточно увесистый балласт, на который мы с вами можем установить сразу две V-mount батареи. При этом всем одна из батарей обладает желтой защелкой. И именно поставив в этот слот, вы сможете работать даже от одной V-mount батареи. Опять же, не каждый световой прибор такое может. И на этом блоке мы с вами имеем все управление прибором. Оно очень простое. Здесь достаточно яркий экран. Причем его яркость еще и можно регулировать. По-моему, три режима яркости есть. Вы видите, какая у вас мощность. Вы видите, какая у вас цветовая температура, если это есть. Вы видите все настройки касаемо DMX и Bluetooth. И также, вот что немаловажно, мне это очень понравилось. Вы можете полностью отключить кулер. Либо включить его в автоматический режим. Либо поставить низкую скорость. Либо поставить высокую скорость. То есть вот полный спектр регулировки по кулеру. Если вам нужно снять сцену. Например, мощность приборов невысокая, как у меня сейчас. И вам нужно снять сцену в тишине. Вы спокойно можете просто отключить кулер. Вы понимаете, что у вас ничего не перегреется. Или просто для съемки какими-то короткими шотами. Вы его отключаете. И все, кайфуете в полной тишине. Я обожаю, когда у приборов есть возможность отключения. Либо регулировки скорости работы кулера. Ну и как вы можете понять, так как я уже установил сюда самый обычный софтбокс. Крепление у нас Bounce, как и у любых других моноблоков сейчас на рынке. Но, ребята, вот здесь производитель отмечает, что это серия осветителей с повышенной световой эффективностью. И одна из ключевых целей в ее разработке была возможность использования с оптическими проекционными насадками. Ребята, вы знаете, что это означает? Вот я сейчас... У меня была как раз одна проекционная насадка, которая очень хорошо показывает все негативные стороны вот самого распаянного диода. Это означает, что здесь вот частицы, вот отдельные маленькие диодики, из которых состоит большой диод, их практически не видно. И я вот вам сейчас здесь покажу. Я собрал у себя по дому другие разные осветители. И на каждом из них вот именно эта сетка диодов, она была более выраженная, она была более яркая, выпирающая. И при этом, если я ставлю проекционную насадку и свечу на стену, то когда мы светим этим прибором, мы видим просто ровный круг. В общем-то, я хотел сказать, что сама матрица, вот эта вот диодная матрица, она стоит с более мелкими сегментами. И поэтому на проекции, когда вы на проекционную насадку надеваете, куда-то светите, на проекции вы эту матричную сетку не видите. А на других приборах она более крупная, и поэтому там вы замечаете вот эти вот неравномерности. И, кстати, на некоторых приборах эти неравномерности просто вот сводят с ума. Примеры я вам показал. Ну и теперь, когда мы с вами разобрались, с чем мы имеем дело, давайте, собственно, попробуем сменить наш софтбокс на что-то более интересное. Так как софтбокс зачастую громоздкий, и если вашего места совсем не хватает, собственно, как и у меня, здесь просто я снимаю наш широкоугольный объектив, поэтому могу расположить софтбокс прямо рядышком с камерой, и, собственно, мне ничего не будет мешать. Давайте попробуем поработать с отражателем, с рассеиванием, с проекционными насадками. И улучшим наше изображение. Вот сейчас мы с вами попробовали натянуть рассеивающую ткань, но так как у меня здесь совершенно нет места, вы видели, как мне пришлось расположить прибор, но мы все равно попробуем эту цветовую схему. Вот сейчас вы видите, что происходит в мобильном приложении. Мне пришлось сбросить, соответственно, ресет Bluetooth сделать на самом приборе. После этого он у меня здесь в мобильном приложении отобразился, соответственно, я подтверждаю, у меня добавляется этот прибор, и после этого мы с вами можем уже им управлять. И так как у нас это просто Daylight прибор, то здесь у нас выбора не так-то и много. Вот он сразу включился на 50% яркости. Конечно же, это для нас слишком много. Мы с вами видим возможность вариативных, как раз таки, кривых, и при этом мы с вами можем воспользоваться эффектами. Например, вот гроза, да? Давайте сделаем интенсивность поменьше. То есть у нас всего 4 эффекта. Это вспышки, гроза, сломанная лампочка и телевизор. У каждого есть 3 режима работы, и у каждого вы можете выбрать интенсивность. Давайте я вас не буду пугать этими эффектами. Мы перейдем в обычный режим CCTV, в котором мы можем настраивать мощность. Вот так вот 5% яркости. Ну, наверное, все-таки чуть повыше. До этого мы с вами работали на 2% всего. Сейчас же, когда у нас рассеивающая ткань, то вот примерно такое изображение мы можем получить. Понятно, что хотелось бы, чтобы картинка, весь свет у нас шел сверху. Но в данном случае он, по сути-то, идет снизу. Но в целом сама тряпочка у нас подсвечивается. И, возможно, учитывая окно, такое изображение, оно даже чуть более реалистичное, что ли. То есть, именно свет идет вот со стороны окна. До этого, в целом, для человека, который знаком со съемкой видео, было понятно, что я сижу под софтбоксом. В данной ситуации у меня уже чуть больше шансов обмануть весь мир. И чтобы все подумали, что, наверное, да, это вот такой у нас свет от окна. Мы просто его при помощи вот этой тряпки и прибора немножечко усилили. Как я вам сказал уже, у нас на 15% он сейчас работает. И давайте пойдем чуточку дальше. Я думаю, что для работы именно в такой схеме нам с вами понадобится отражатель. Ну, что вы думаете, чем дальше мы идем, тем больше яркости на приборе нам нужно добавлять. Вот в такой схеме, когда мы с вами установили, соответственно, модификатор, насадку, а также от Godex FLS 8, она может нам этот пучок световой делать более узким или более широким и, естественно, гораздо более направленным. И в данном случае мы даже не будем использовать отражатель, а просто взяли все ту же самую белую ткань и 15% нам уже недостаточно. Мы с вами добавляем мощности до того уровня, пока нам не понравится это изображение. Я сейчас смотрю на... Да, вот сейчас примерно, вот примерно сейчас, это уже то, с чем можно работать. Понятное дело, что при таком раскладе, когда мы не используем софтбоксы, мы не используем соты, у нас вот этот цвет, он разливается по всем окрестностям. И вот там вот серая стена, она стала тоже наливаться экспозицией. Я уже вижу на ней зеленое пятнышко. И вот установив на 70% мощность этого прибора, мы с вами делаем уже вот такую достаточно светлую картинку, которая, опять же, я замечу, скорее всего, не выглядит так реалистично. Это уже слишком ярко. Но если мы понизим мощность, например, вот до 43%, то, безусловно, мы все равно с вами будем видеть, что у нас что-то здесь есть. Я вот вам для примера. Вот отсутствие этого света, и вот его наличие. Вы понимаете, да? То есть здесь оно все равно работает именно так. И всегда, работая в каких-то сжатых условиях, в сжатых сроках, хотел сказать, когда у вас совершенно нет места, вы можете просто повесить отражатель и направленным источником света в него посветить, и вот эта плоская поверхность станет для вас огромным софтбоксом. Да, который вы не сможете как-то, вот знаете, сотами там отделить или еще как-то, но так или иначе, она будет изливать мягкий свет, которым вы сможете дополнить вашу картину только и всего. Но и это еще не все, как говорят в лучших магазинах на диване. Вот сейчас вы видели, как при помощи еще одной насадки, уже с ГОБА масками, у Годекс такая тоже имеется, мы с вами делаем вот такую вот проекцию как бы окна. Понятно, что в данной ситуации окно у нас прикрытое, и это как бы видно, но если оно у вас только с краю где-то вот чего-то как-то попадает, при этом вы можете обыграть это дело так, что вот у вас вот эти вот замечательные лучи из окна попадают на стену, и вот ту самую пустую стену, которая у нас была все это время вот по левую часть от меня, она теперь у нас разноображена, если можно так сказать, при помощи вот такого эффекта. И получается, что мы опять же при помощи двух приборов, у нас есть окно, мы дополнили его, сделав мягкий свет на лицо, чтобы у меня было видно. Я вам еще раз напомню, если вы вдруг забыли, как это выглядело бы, если бы этого всего света не было. И также я совершенно спокойно сбросил Bluetooth, подключил и тот прибор, и они у меня уже в моем замечательном приложении от Godox оба есть. Вот я могу отдельно отключить изображение на стене, и могу отдельно отключить изображение. Соответственно, вот таким оно было. Мы с вами включаем заполнение и включаем рисунок на стене. Все, вуаля, такое у нас получилось. Ну и вот эта вот вещь, это естественное, то, что у нас от окна и так идет. Причем там свет становится то чуточку ярче, то чуточку темнее. Мы с вами на это внимания не обращаем. Ну так или иначе, вот он результат. При этом же всем, ребята, я сейчас снял одну V-mount батарею вот с этого прибора и поставил ее на тот. То есть я работаю даже в помещении от V-mount. Мне так просто удобнее. Нет вот этого лишнего кабеля, и V-mount у меня заряженные, как бы возможность есть. И по одной V-mount батареи, каждый из них работает, это 43%, тот 58%. Черт возьми, они оба работают. Каждый от одной V-mount батареи. Да, это удобно. И я думаю, знаете, что нам нужно попробовать? Надо взять ту проекционную насадку. Сейчас на улице супер ярко, супер солнечно, то есть это яркий день. Но мы попробуем выйти в тенек и хотя бы при помощи вот этой проекционки сделать себе какой-нибудь контровой там свет, вот что-то такое сымитировать. Давайте попробуем. Ну и, наверное, для финала, для того, чтобы сделать этот эффект наиболее сильным и явным, я передвинул прибор. Прямо вот в двух метрах от меня он стоит и светит. Сейчас вы этот свет явно видите, даже с учетом того, что мы находимся на улице, на природе, у нас достаточно ярко, и вот такой результат у нас получается. Ребят, что хотелось бы сказать вообще по поводу работы со светом, с естественным светом и с искусственным светом на улице. На моем канале уже были ролики. И говоря о естественном свете, был видос с работой с отражателями и рассеивателями еще в прошлом году. Ссылочку я оставлю на него. И уже был или будет видос по работе с искусственным светом, вот с подобным, но более мощным, также на батареях, также на улице. Но, конечно же, не в яркий солнечный день, а в пасмурную погоду, когда мы можем с вами при помощи света, искусственного, даже на улице, что-то вот довести как картиночку, чтобы она выглядела поинтереснее. В любом случае, сегодня мы с вами обсудили вот такие вопросы, попробовали разные световые схемы, поговорили о световых приборах. Ну и вы были на канале Budget Filmmaker. Я надеюсь, что это кому-то было полезно, информативно и, может быть, даже развлекательно. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Берегите себя.